Стартовала встреча с подведения итогов работы, которая была проделана к празднованию миллениума областного центра. Александр Рогачук назвал основные объекты, которые были построены в этом году, и озвучил цифры финансовых вложений. Вот лишь некоторые из них. На обустройство западного обхода, позволившего перенаправить транспортные потоки и разгрузить оживленные улицы, было затрачено 180 миллионов рублей. Для сравнения, все остальные объекты, возведенные в городе над Богом к его тысячелетию, обошлись в 260 миллионов рублей. Также был сдан в эксплуатацию новый автовокзал, самая большая в области школа в юго-западном микрорайоне, где из 2000 учеников 1800 из многодетных семей. Введена в строй современная станция скорой медпомощи, после чего начато строительство крупного медицинского комплекса. Председатель Брестского горосполкома заверил, развитие областного центра продолжится. Далее в программе встречи – вопросы от жителей города. К слову, заданных было более 80 за три с небольшим часа. И прозвучали они не только от пришедших в зал Дворца культуры. За сутки до встречи городские власти приняли по телефонам и электронной почте более 100 обращений, касающихся самых разных тем. Самый первый вопрос. Наталья спросила, водонаборная башня возле высшего автовокзала. Были планы по ее обновлению с пристройкой дополнительной стеклянной конструкции. Оборудовать кафе. На эскизах все было красиво, но прошло уже больше двух лет. Проект так и не остался. Только на бумаге спрашивали. Понятно, что это не так. Где-то мы придержали реализацию этого проекта с учетом обсуждения концепции всего квартала. Для тех, кто пришел пообщаться с мэром Бреста лично, были установлены два микрофона. Уже с первых минут диалога к обоим были выстроены большие очереди, что еще раз подтверждает актуальность таких встреч. Жители жаловались на работу светофоров и городского транспорта. На качество питьевой воды и засохшие деревья в парке Тысячелетия. Интересовались градостроительными планами. Спорили, на что городу тратить деньги. Реконструкцию архитектурных памятников, например, Бернардинского монастыря. Ирина Машины – скорой помощи. Не менее жарким оказался вопрос о детских садах в спальных районах города. У меня вопрос. Планируется ли в ближайшее время строительство детского садика в районах Южная и Улька? Спасибо. Вот этот сад, который мы показывали, на 350 мест, он сейчас уже смещает всегда без малого 400 деток. 400 деток. Этого недостаточно. Поэтому на следующий год у нас уже проект, наверное, на выходе. Будем строить по улице Колесника встроенный детский сад. Это опыт есть в Гомеле, когда первые этажи многоэтажного дома занимает детский сад. Мы к нему немножко относимся с определенной осторожностью. И в следующем году его построим. Ну, посмотрим. Если он себя оправдает по затратам, по количеству деток, по комфорту, по санитарным зонам, по комфорту людей, которые будут жить, начиная со второго этажа, мы эту тему продолжим. В топе актуальных тем оказался вопрос об аккумуляторном заводе «АйПауэр». Активисты снова подняли тему его закрытия и предъявили массу доказательств о работе объекта, выявленных путем собственного расследования. Напомним, пусконаладочные работы на «АйПауэр» приостановлены решением председателя Брестского обл. исполкома Анатолия Лиса. У завода нет заключения государственной экологической экспертизы. А по тому данную тему Александр Рогачук обозначил неактуальные в ближайшее время. Мэр решил поставить точку в споре властей и активистов. На встречу было решено создать делегацию из 10 человек во главе с председателем Брестского обл. исполкома и посетить в ближайшее время аккумуляторный завод. Подводя итог субботней встречи, можно констатировать, практически на все вопросы были даны ответы. Остальные взяты под контроль вертикали власти. У меня был вопрос по поводу оказания детской палеоативной помощи детям. В городе Бресте есть только хоспис для взрослых, но нет хосписа для детей. И группа таких родителей, за моей спиной очень много таких детей и родителей, которые нуждаются в оказании палеоативной помощи детям. Я задала вопрос, возможно ли организовать на базе взрослого хосписа специалистов, которые бы оказывали помощь и детям. Не выдумывать велосипед заново, а помочь немножко специалистам, чтобы многогранно, скажем так, оказывали помощь. Я свои вопросы не задавала, но была очень приятно удивлена, что все-таки в Заречном микрорайоне, там у меня живет мой младший сын, у него двое маленьких деток, что там будут строиться детские сады, потому что это очень большая проблема. На этой встрече я впервые. Мне было интересно услышать, что волнует граждан нашего города, насколько реально услышать ответ удовлетворяющий на свой вопрос. Ну, я считаю, что встречи такого рода важные, нужные, как сказал наш мэр города. Я думаю, надо их продолжать, и в следующий раз, возможно, я подумаю над своим вопросом. Александр Рогачук отметил, что цель мероприятия – эффективное рассмотрение проблемных вопросов, в решении которых необходимо участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления. Глава горосполкома также подчеркнул, на этой встрече у Бричан возникло много так называемых полемичных вопросов, ответы на которые не всем сторонам пришлись по душе. Полемичные вопросы, они относятся к вопросу бюджетного приоритета. Что сейчас важнее – вложить городские деньги в реставрацию Бернардинского монастыря или вложить городские деньги в реконструкцию Горбатого моста, приобретение новых карет скорой помощи или новые тротуары? Это вопрос приоритета, понимаете? Поэтому где-то сложно, где-то понятно, приходится говорить «нет». И думаю, что вот эти встречи, они позволяют каким-то образом сканировать общественное настроение, чтобы быть более уверенным в тех или иных управленческих решениях. Следующая встреча подобного формата состоится уже в 2020 году. А пока еще есть время для устранения текущих городских проблем в социальной, архитектурной и культурной сферах. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания «Бук-ТВ». Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания «Бук-ТВ».